МОЛДОВА Олег Федорович, сегодняшнюю встречу я хочу начать с вопроса, который касается вашего недавнего визита в Республику Турция. Мы знаем, что вы приняли участие в грандиозном мероприятии, куда были приглашены очень много представителей муниципалитетов. И эта организация, союз муниципалитетов, существует уже несколько лет подряд. Примарка Гаузи несколько лет подряд принимает участие в данном мероприятии. Входит в этот союз более тысячи муниципалитетов и 30 стран мира. Главной задачей этой организации является помощь муниципалитетам. И на данном этапе меня интересует, с какими решениями, соглашениями или итогами вы вернулись из данной поездки. На самом деле мы, союз примарного Гаузи, наши представители участвовали одновременно в трех мероприятиях, последовательно друг за другом. Вместе со своими коллегами, Федором Федоровичем, мэром Тамая, Илья Гюргевичем, Гайдарой, мы посетили город Кастамону, побывали на Туркдюнином Гюнеринде, где был международный фестиваль тульских народов. На этом фестивале приняли участие и наши делегаты из Гагаузи, и танцевальный коллектив во главе с начальником управления культуры. Наши Гагаузы Украины были представлены Натальей Денисой. То есть очень было приятно, что и украинские, и молдавские Гагаузы были представлены на этом форуме. Кроме этого, в Кастамону мы приняли участие в форуме международной организации «Тюркские молодежи». Наметили проведение очередного Куралтая в этом году, который будет юбилейным, 30-м. Мы на протяжении 20 лет являемся представителями нашего народа в этой международной организации. Кроме этого, мы с Федором Федоровичем представили наш союз и весь премьерский корпус во встречах, знакомительных с многими мэрами Турции, где говорили о формах сотрудничества, о каких-то бизнес-проектах, о каких-то проектах социальной направленности. В частности, с одним из городов, с мэром, мы говорили о возможности предоставления мэриям Гагаузии, пусть баушной, но спецтехники. Какое направление? В каком направлении? Спецтехники для чего? Это могут быть экскаваторы, это могут быть микроавтобусы для внутренних перевозок, это могут быть пожарные машины, это могут быть мусоровозы, это могут быть вышки, еще какие-то специализированные виды техники, и для того, чтобы мы решали свои муниципальные вопросы. У наших коллег в Турции, особенно больших муниципалитетов, есть возможность свою баушную технику, которой они не пользуются, передавать нам в пользование, поэтому эти соглашения у нас тоже есть на сегодняшний день. Сейчас мы на очередном заседании Союза примаров Гагузии в Дизгинже обсудили эти детальные вопросы, адресовали соответствующие письма и так далее. Кроме этого, мы с Великой Федоровичем имели встречу с нашим господином послом, господином Кройтером, с которым обсуждали вопрос взаимодействия и оказания содействия со стороны посольства Союза примаров Гагаузии и Калму, мы являемся частью Калмы, по обмену опытом между мэрами всей республики Молдова, в частности под нашей эгидой, с нашими коллегами из Турции. Первый ознакомительный визит Калма, в который будут входить представители Союза примаров Гагаузии, предположительно, будет уже этой осенью с конкретными предложениями по сотрудничеству. Ну и в завершении нашего турне по Турции, 10-дневного, мы с Великой Федоровичем приняли участие в форуме «Тюрк Дюня Беледе Белли», то есть Союз Тюркских Муниципалитетов, и правильно отметили, что в этот Союз входят более тысячи мэрий со всех концов мира, 30 стран, и не только тюркских стран, но и арабских, и взбалкан, и так далее, славянских стран государств. Хочу отметить, что более 20 мэрий Гагаузии являются учредителями данного Союза, и в рамках этого Союза мы сотрудничаем с нашими городами-побратимами в Турции. Посыл данного форума состоял в сближении мэрий, несмотря на географическое свое местоположение. Этот посыл дал, в принципе, на открытии данного форума президент Турции господин Реджеп Эрдуан, который отметил, что, в принципе, мир изменился в последние несколько лет, мир никогда уже не будет таким, как он был вчера, поэтому мэриям надо адаптироваться к той реальности, тем условиям, которые есть, к тем вызовам современности, которые сегодня мы имеем. В том числе, в контексте этих вызовов, он отметил особо, что роль муниципалитетов, как власти, которая непосредственно находится рядом с людьми, непосредственно ближе всего к населению, возрастает, как никогда. В том числе и те вопросы, которые никогда не свойственны были для муниципалитетов, которые всегда были свойственны, может быть, более центральным властям, нежели местным властям. Это и в вопросах продовольственной безопасности, и остальных других многих вопросов, которые, в принципе, мы до сих пор не касались. И завершение этого форума состоялось в Бурсе. Мы знаем, что Бурса в этом году решением международной организации Турксой была объявлена как центр тюркской культуры в этом году. В связи с этим в Бурсе в этом году проходит много мероприятий, связанных с тюркским миром. И буквально позавчера прошел очередной детский фестиваль в Бурсе, в котором приняли участие и дети нашего села Капчек, танцевальный коллектив, которые на высоком достойном уровне представили наш народ, выступили на площади вместе со своими сверстниками из Киргизии, Казахстана, других Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, других тюркских государств. То есть вот вкратце это то направление, где мы приняли участие. Говоря о бизнес-проектах и о социальных проектах, есть конкретные наметки? Есть. Есть конкретные наметки. Допустим, производители овощей тепличных хозяйств Анталии заинтересовались о переносе части своего производства на территорию автономии. В данном случае мы представляем 12 мэрий, 90 тысяч гектаров охватывают наши 12 примарей. То есть это фактически половина Гагаузии, 184 тысяч. То есть мы составили свое видение сотрудничества, свой бизнес-план и отправили для рассмотрения нашим партнерам в Анталию. Есть и другие наметки, допустим, по строительству домов для социальных нужд или, может быть, даже для частного сектора, которые являются более дешевыми, по большому счету, в два или в три раза, то есть из панелей, панельного типа. То есть я, допустим, скажу, по Копчаку мы уже изучаем возможность, допустим, строительства подобного рода современных домиков с санузлами в нашем лагере отдыха для детей. У нас уже ветхие там домики, которые требуют либо капитального ремонта, либо сноса и строительства новых. Мы сейчас в двух домиках делаем душевые санузлы, приводим их в порядок, но я думаю, что вот такие вот строения, они могли бы ускорить, допустим, услуги, которые оказывают муниципалитеты социального характера и повысить их качество. Олег Петрович, на одном из мероприятий, которое, по-моему, прошло после того, как вы вернулись в Турцию, оно проходило на совещании в селе Гизгинжа, вы выразили свою озабоченность по поводу вопроса по капитальным инвестициям. Скажите, пожалуйста, чем может грозить этот вопрос, и видите ли вы какие-то пути решения из данного вопроса, потому что уже полгода позади на самом деле, а вопрос остается открытым. Да, в Дизгинже мы обсуждали, это беспокоит не только меня, безусловно, я как примар, меня это тоже беспокоит, но абсолютно всех примаров это беспокоит. И не только примарей и примаров, но и тех руководителей, и тех бенефициаров, которые должны быть конечными потребителями, бенефициарами этих проектов. То есть у кого-то, допустим, это детский садик, у кого-то это школа, у кого-то это строительство улицы, у кого-то канализация. То есть это беспокоит всех людей, которые являются конечными бенефициарами. Примары только вырисовывают и высказывают опасения вот этих наших сообществ. Последнее, значит, событие, которое произошло в плане решения апелляционного суда по отмене решения Народного собрания по бюджету, говорит о том... Об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Ну, это как раз и взаимосвязано. То есть на тот момент, когда мы в Дизгинже высказывали свои опасения, решения суда еще не было. Поэтому мы решили обратиться в адрес исполкома, финуправления с просьбой, чтобы они ускорили процесс предоставления нам планов каждому силу, для того, чтобы мы могли приступить непосредственно к реализации этих проектов. То есть это требует времени. Составление смет, публичное слушание, решение местных советов, объявление тендеров, проведение тендеров. Реализация самого проекта. Ну, само собой. То есть у нас, по большому счету, остался июль, август, сентябрь, октябрь максимум. То есть потом уже, смотря какая осень, опять-таки, 3-4 месяца. Один месяц уйдет в лучшем случае, если, конечно, налажена система в мэрии, месяц, полтора месяца уйдет только на организационные вот эти вопросы. И есть мэрии у кого-то, допустим, капитальные вложения, миллион, миллион. То есть вот эти деньги надо будет потом подрядным организациям освоить в течение 2-3 месяцев максимум, если еще позволят погодные условия. Поэтому и были высказаны эти опасения в адрес исполкома. Но сразу после нашего заседания в Дизгинже мы узнали о том, что апелляционная палата Комрата отменила бюджет. А это значит, сегодня судебные тяжбы будут продолжаться в высшей судебной палате. Уже управление финансов заморозило, в принципе, продвижение в этом вопросе. Это значит, оно отодвигается еще на определенный срок. Чем это может грозить? Только тем, что будут заморожены эти проекты? И в Ковчаке на что были бы направлены капитальные сети? Значит, мы не обсуждали еще эту тему. Мы предварительно, конечно же, имеем свое представление. Но озвучивать можно только после того, когда уже советниками посоветовались, когда уже приняли решение. Но предварительно мы думали продолжить работы по одному из социальных объектов. Но здесь ясно вырисовывается заинтересованность. Если что-то происходит, значит, в этом кто-то заинтересован. В данном случае заинтересованная сторона, суть, на мой взгляд, состоит в том, что эти деньги не были освоены. И таким образом эти деньги не дойдут до примарии. А таким образом они будут потрачены каким-то другим, то есть региональными властями. В данном случае здесь черным по белому исполком торпедируют конкретно интересы примарий. Прямым текстом я это называю. То есть если бы была добрая воля исполкома, то давным-давно этот проект, который был принят, по крайней мере, планы были бы доведены, и мы бы приступили к их реализации. То есть если бы была заинтересованность исполкома, мы бы давным-давно с исполкомом этот процесс уже начали бы. Но коль этот процесс не начинается, значит, кто-то в этом заинтересован. Но я сказал, кто, на мой взгляд. Олег Федорович, вы как опытный государственник. Можете предположить, чем это может закончиться, и как это повлияет вообще в целом на бюджет населенных пунктов Гагаузи? Я имею в виду отмену пелопалаты, аннулирование пелопалаты и закона бюджетного. Спасибо за комплимент, что я опытный государственник, но вряд ли... Ну, вы уже около 25 лет в этом. Ну, это... Спасибо за комплимент, конечно. Но опытным государственником, наверное, можно назвать людей, от которых может быть больше пользы. Я поскромничаю так. Я нажму как бы в этом смысле немножко. Но что касается непосредственно вашего вопроса. Чем это грозит? Это грозит, что люди не получат определенные социальные блага, которые имеют возможность получить. И депутаты за эти блага проголосовали, чтобы эти блага население получило. Например, конкретно? Например, в каждом селе, я повторюсь, в результате этих капитальных инвестиций люди получили бы какие-то социальные блага. То есть какие-то проекты, я повторюсь, это канализация, водопровод, дороги, садики, ремонт школ и так далее. То есть эти социальные блага население не получит. А эти деньги будут потрачены на какие-то другие проекты и будут распределены руководством региона. То есть вот, чем это грозит. Просто людей лишили этих социальных благ. И лишили, прежде всего, те, которые торпедируют сегодня исполнение бюджета Гагаузии. Я хочу отметить, что рыба гнет с головы. И никогда не было такого позора, чтобы в середине года отменяли бюджет. Его еле-еле приняли, так его еще теперь отменили. Теперь еще месяц или полтора продлится судебные издержки в этом высшей судебной палате. После этого что? Не факт, что придут консенсы. После этого что будут делать депутаты? Они будут пытаться собирать большинство для того, чтобы проголосовать за тот же самый бюджет. Давайте предположим, они в течение месяца, в августе или в сентябре, проголосуют за те же самые цифры, которые здесь. В ноябре Башкан опять будет опротестовывать его в суде в апелл-палате. То есть авторитет автономии складывается не только встречами Башкана с иностранными послами. Это можно встречаться, это очень хорошо. Видимо, все-таки реклама ГГУЗИ происходит в определенной степени в результате этих встреч. Но ущерб автономии наносится очень серьезной авторитету имиджу автономии подобными действиями исполнительной власти. И еще неизвестно, чего больше. Олег Федорович, а помимо того, что тормозится данная распределения капитальных инвестиций, этот процесс затормозится с аннулированием проекта бюджета на 2022 год, скажите, а на других сферах как-то отразится этот процесс? Не будет ли задержки заработных плат? Нет. И вот в этом процессе ничего не грозит, потому что люди сегодня задаются вопросом, аннулировалась апелляционная палата, дальше что? Будем ли мы получать какие-то социальные программы, будут ли действовать? Будем ли мы получать вовремя заработную плату? Потому что в условиях нынешнего экономического кризиса все люди буквально острее стоят. Значит, бюджетную сферу следует поделить условно на две категории. Это категории, которые получают заработную плату из спецтрансфертов, то бишь финансируются из центрального бюджета с Кишинева, и те, которые получают заработную плату из нашего регионального и местных бюджетов. То есть обязательства по центральному бюджету на содержание детских садиков, лицеев и других государственных институтов угрозы никакой нет, потому что, в принципе, ответственность за это несут центральные власти. Что касается подразделений, которые получают из местного бюджета, угроз тоже минимальной угрозы. Я, наблюдая за исполнением бюджета при Мари, несмотря на все сложности, мы справимся с этим годом, безусловно, с учетом того, что государство обязательно отреагирует на повышение цен на энергоресурсы, на топливо и так далее. Все-таки вот эта инфляция, она съела наши возможности, ну, я так скажу, на процентов 30-40. Я имею в виду, что на те же самые средства еще несколько лет назад, год-два-три, мы могли бы сделать гораздо больше работ, добились большего результата, чем, допустим, сегодня, из-за повышения энергоресурсов. Здесь надо отметить, что, на мой взгляд, центральная власть недорабатывает в этом направлении, и, безусловно, эту недоработку должны финансово компенсировать перед местными властями, потому что это, в принципе, не на нашей пророгативе. Что касается подразделений, которые получают заработную плату из регионального бюджета, то это уже зависит от того, как сработают региональные власти по сбору собственных средств, во-первых, и, во-вторых, определению приоритетов по, значит, затратам своих денег, которые они собирают. То есть, если они плохо соберут и не туда потратят, вот там уже возникнет угроза, что те подразделения, которые из регионального бюджета получают, значит, заработную плату, могут быть какие-то задержки. Но я надеюсь, что все-таки руководство автономии есть мудрые люди, которые подскажут, как надо эти финансовые вопросы регулировать. Олег Федорович, коль мы уже коснулись этого кризиса в Республике Молдова, в Гагаузии, во всем мире в целом, как часто люди к вам подходят просто за советами или просто высказать свою боль? Старонятся люди, допустим, зимы, оплаты коммунальных услуг? Как настроение в Копчаке мне интересует? Безусловно. Люди всегда приходят. То есть, с 99-го года, как я начал работать, с небольшим перерывом, люди всегда приходят и обращаются. То, что в наших силах, в наших возможностях мы пытаемся помогать в должной степени. Ну, конечно же, вопрос энергоресурсов и отопления в зимний период отстает сейчас как никогда. Значит, именно в этом смысле мы сейчас на своем уровне, то, что мы можем сделать, значит, мы приняли решение местного совета по омолаживанию некоторых лесополос. То есть, у нас лесополосы достаточно древние, которые уже высыхают, которые уже, если мы не проведем соответствующие работы, мы их просто потеряем. То есть, после обследования лесоинститутом заключения, мы очень скрупулезно к этому относимся, лесополосы, лесонасаждения являются нашей гордостью, то, что мы их сохранили до сих пор. Но сейчас мы, значит, решаем несколько вопросов благодаря этому процессу омолаживания. Во-первых, мы омолаживаем. Во-вторых, дрова, которые мы, значит, реализуем, часть из них мы распределяем между населением. Да, может быть, небольшими партиями. Мы вот в прошлом году более 5000 сеток раздали население. В этом году мы планируем не меньше раздать, а может быть, даже больше. И мы начнем этот процесс уже сейчас, я думаю, что в августе-сентябре, то есть до зимы, для того, чтобы хоть каким-то образом немножко помочь нашему населению, особенно малодоходным семьям, где уязвимые семьи, значит, хоть как-то поддержать. Вот. Ну, что касается, есть какая-то тревога. Есть какая-то тревога постоянного населения. Я скажу, недавно ко мне заходила пенсионерка, говорит, кстати, педагог, пенсионер, которая приехала из чужого населенного пункта в те годы, 60-е годы, 50-е, когда образование поднимать в наших населенных пунктах. И как бы она... Олег, понимаешь, вот мы в те годы были молодыми девчонками, вечером кушать нечего было, значит, мы там у кого-то картошку мелкую соберем, кто-то нам кусочек сала подарит, и мы там что-то приготовили, и мы не знали утром, чем будем завтракать. Но у нас была уверенность в завтрашнем дне. У нас не было переживания, что завтра мы останемся без еды или без пропитания, и так далее. И она говорит, сегодня люди гораздо в лучших условиях, чем мы тогда жили в 50-е, 60-е годы, но в глазах нет той уверенности в завтрашнем дне, какая была у нас в те тяжелые годы. Ну, наверное, это зависит, наверное, все-таки уже от той работы, которую должны вести и местные, и региональные, и особенно центральные власти в этом направлении. То есть эта вот такая вот тревога, она не только связана с чем-то, с повышением цен, в целом, с той ситуацией, которая сегодня творится и у наших соседей, и у нас, и на Западе, и на Востоке. То есть с уходом наших людей, то есть у нас очень большой отток населения, и это огорчает. Это огорчает очень серьезно. — Олег Федорович, чуть-чуть вернусь назад, говоря о омоложении, вы сказали, лесополос предусматривает ли это высаживание молодых саженцев? — Мы реализовали один проект, только 10 гектаров. Мы старые насаждения в овраге выкорчевали с корнями, и мы посадили 10 гектаров сейчас молодых саженцев. В этом году мы уже три раза прошли обработку, значит, межрядовую уже икикеры каздерды, кючунжулячили, амказдер, лонкурта, эрмау, клеерда. Но омоложение подразумевает прежде всего поранение корней для того, чтобы из тех корней, которые есть, чьиерды клафыр ласэнда, калкансэн тёки, клеерда, не вар. Практика показывает, что подобного рода омоложение, эффект прививаемости гораздо лучше, чем если сажать саженцы отдельно. Гораздо проще и гораздо лучше, чем саакюкля. А вот если вовремя не омолодить, тогда кюкля до курудына уже чьиердыков. Ничего не получится, да. Олег Федорович, говоря о вот этой встрече, вот этой большой встрече, которая была в Турции, я имею в виду о муниципалитетах, вы сказали о том, что Эрдоган сказал, что современные вызовы – это новое веяние, и работа муниципалитетов немного меняется, становится ближе к людям, и проблемы какие-то вы должны совместно как-то имплементировать в общество. В связи с этим я на вашем официальном сайте нашла информацию о том, что в Копчаке реализуется или будет реализован проект по привлечению местного населения в процесс самоуправления. Что он подразумевает и как он будет реализовываться? Вы, скорее всего, имеете в виду молдавско-швейцарский. Швейцарский. Да. То есть мы сегодня буквально, у нас сегодня вот такое знаменательное такое событие произошло в нашем селе буквально в 11, мы со швейцарцами в рамках проекта «Мэймплек» подписали аккорды-грант, соглашение, согласно которого по четырем нашим улицам, это часть улицы Бориса Главана, Гоголя, часть улицы Макаренко и Советская, будет проведена канализация. Да. Согласно условий наших доноров, они выделяют миллион двести. 700 тысяч должна примария. Миллион двести чего? Лев? Ну, если бы долларов, мы бы были, конечно, более рады, но миллион двести лей. Значит, 700 тысяч вкладывает примария, и обязательно условие 200 тысяч – это вклад местного сообщества, имеется в виду жителей в виде контрибуции. Мы провели встречи с уличными комитетами на каждой улице, объяснили условия. Сегодня представители уличных комитетов присутствовали при подписании данного гранта. То есть мы должны эти 200 тысяч собрать в течение трех недель, объявляем тендер, и буквально, мы надеемся, в лучшем случае, значит, через три недели мы приступим к проводке канализации по данным улицам. Ну, скажем, это не единственный проект подобного характера, который реализуется сегодня на территории нашего села. Значит, с американцами, с фондом «Усаид», мы, значит, сегодня проводим работы по замене кровли в лице имени Яна Когла, значит, главного корпуса, тоже на 2 миллиона лей. Значит, в рамках, значит, программы «Дар 1 плюс 3», значит, вместе с нашей диаспорой мы сегодня проводим более чем на 2,5 миллиона лей благоустройство нашего центрального парка. То есть мы делаем там водопады, мы поставили уже мостик, террасы, мы там хотим поставить навесы с мангалами, то есть сделать именно в центре села. Вот такой вот для молодежи парк отдыхать. Очень значимый для нас проект, в котором молодежь приняла активное участие. Я хочу поблагодарить абсолютно большинство нашей молодежи Копчака. Значит, мы написали проект, выиграли по строительству мини-стадиона, который будет для наших футболистов тренировочным плацдармом. Где будет находиться он? На центральном стадионе. Мы его просто расширим. У нас сейчас есть мини-стадион, но он был одним из первых мини-стадионов, который построил колхоз в свое время, в 2003 году. Он был запущен, но сегодня, вот спустя уже, можно сказать, 20 лет он в неприглядном виде. Поэтому у нас есть заключение соответствующих структур. Мы его демонтируем и расширим, и сделаем новый уже с использованием тем материалов, которые есть. Но стадион принадлежал колхозу или примарии как? Земля принадлежит примарии. Там на этой территории есть мини-площадка, тоже спортивная такая, которая была экс-президентом Дадоном построена в виде подарка для шителей села. Тоже находится на балансе примарии. Многие работы были выполнены. Но два здания, это здание раздевалки для футболистов, оно находится сегодня пока еще на балансе колхоза. Ну, будем решать вопрос, оно рано или поздно тоже будет передано местной власти, потому что колхоз, в принципе, не будет заниматься, я насколько понимаю, спортивными вопросами. А если будет, то мы только рады и мы благодарны будем. То есть, и в рамках этого проекта, значит, было условие о том, что минимум 150 тысяч лей должны собрать жители села. Я хочу поблагодарить наших односельчан. Очень многие откликнулись именно в интернете, нас считают. Около 200 тысяч лей уже собрано. То есть, кто-то 100 евро, кто-то 200 евро, кто-то и так далее. И в России, и в Германии, и на месте. Поэтому нам вообще удается решать. Сегодня буквально один из подрядчиков еще давно не был. Говорит, Олег, как вы работаете с населением? Население у вас собирает к интрибуцию на любые проекты. То есть, у нас не практикуется этот опыт сбора к интрибуции. Но мы этот опыт практикуем с 99-го года. И это очень серьезный показатель здорового общества, когда общество объединяется вокруг каких-то проблем не только словами, но конкретными делами, конкретными финансами, конкретным вкладом. Именно благодаря тому, что мы с 99-го года практикуем подобный опыт, нам позволилось 10 лет спустя фактически приступить, может быть, в какой-то степени, не только благодаря этому, но и в какой-то степени это повлияло на то, что мы именно этот опыт используем для строительства нашей главной церкви, храма. Вы сейчас рассказывали, и я вспомнила о том, что конкретным вкладом вы сказали. И это на самом деле уникальный пример, который сегодня в Гагаузии можно по пальцам сосчитать. За такое время практически на жертвование, на пожертвование людей было построено такое архитектурное сооружение, аналогов, я не знаю, в Молдове есть, нет? Ну, я думаю, что это пример классической работы вместе с населением, не только в нашем регионе, но по всей Молдове, а может быть, даже и далеко за пределами. В 99-м году мы с отцом Виталием, тогда вот было принято соответствующее решение, нам удалось убедить руководителей, вместе с руководителями, нам удалось убедить наших односельчан, в первую очередь, которые работают в населенном пункте и за его пределами, конечно же, в том числе. И вот на протяжении более 20 лет, значит, путем профсоюзных собраний, решением профсоюзных комитетов, люди перечисляют на спецсчет церкви ежемесячно какую-то энную сумму денег. Это наш вклад, наша контрибуция каждого жителя. Конечно же, не все вкладывают возможности, имеют не все. Может быть, по каким-то убеждениям кто-то не желает этого делать. Но в основном большинство населения собирают в год более полтора миллиона лей на строительные материалы. Сейчас выполняются работы более профессионального, точного такого характера, поэтому приходится нанимать специалистов, платить им за это. Допустим, укладка мрамора. Мы получили в дар от нашего города-побратима Мустафа Кемальпаша семь форм мрамора. И сегодня у нас и полы, и стены, колонны, значит, у нас все уложено в мраморе. Мы тогда еще приняли решение построить храм в византийском стиле, то есть с балконами. Мы взяли пример Сай-Софии, значит, храма Святой Софии в Истамбуле. И мы постарались сделать в какой-то степени ее копию. И я считаю, что нам это удалось. Я очень благодарен насельчанам за терпение, руководителям за поддержку, и, конечно же, нашим настоятелям, которые, в принципе, являются нашими не только духовными наставниками, но они стали уже педагогами, учителями, архитекторами, строителями. И вот такую достаточно ношу взяли на себя. Ну, справляются, значит, эта ноша посильная. Я думаю, что на следующий год с Божьей помощью мы уже сможем открыть дверь нового храма. Олег Федорович, Вы сказали о том, что один из городов-побратимов помог в реализации данного проекта, мрамором. А вообще, если касаться, Вы являетесь председателем Ассоциации Примаром Гагаузии, все населенные пункты Гагаузии сегодня имеют городов-побратимов, друзей с Республикой Турции? Нет, не все 26 примарей. 20 примарей где-то имеют. Кто-то имеет по одному городу-побратиму, кто-то по два. Маш Копчак имеет четыре города-побратима в разных частях Турции. Поэтому мы, в принципе, очень часто общаемся. И наша беседа, допустим, с господином послом, как раз, когда мы были с Федором Федоровичем, и была одним из идей интенсивно более работать с нашими коллегами, то есть визиты наши, их визиты к нам, именно для того, чтобы наладить более тесный контакт между нашими мэриями и мэриями Турции. В частности, об этом мы говорили и на форуме тюркских муниципалитетов, где не только мы с Федором Федоровичем были. Мы присоединились, а из Гагаузии напрямую прилетели еще два наших участников, коллег, это Бешалма Ульярий Иванович и Чок Майдан Георгий Петрович. И мы, в принципе, четыре примара представляли наш примарский корпус в Турции. Олег Петрович, возвращаясь к проектам, которые реализуются в Капчаке, на официальном сайте я увидела, что реализуются проекты по укладке брусчатки по улицам Кирова и Пирогова. За счет кого реализуется проект? И имеются ли какие-то спонсоры? Или это какой-то проект, в котором принимают участие? В данном случае это уже использованная практика, которую мы имеем в Капчаке. Мы эти улицы строим вместе с нашими уличными комитетами. 2,4 миллиона леев Капчак в этом году получил из Дорожного фонда республики. И более 4 миллионов лей мы саккумулировали из собственных доходов, включая остатки прошлого года с бюджета. Поэтому нам в этом году удастся более 2 километров улицы в брусчатке уложить. Это недостаточно, на мой взгляд. Анализируя ход работы в некоторых других населенных пунктах, мы не можем сказать, что мы удовлетворены темпами работы. Мы хотели бы их более ускорить. Но мы уже более 500 метров уложили. Это, как вы уже отметили, улицу Победа часть, улицу Кирова часть. Мы сейчас работаем по улице Пирогова протяженностью 1400 метров. Дальше у нас есть еще в планах Калинина. Но опять-таки я хочу сакцентировать внимания наших зрителей о том, что мы работаем только на тех улицах, где уличные комитеты более активны. Допустим, из 7 переулков улицы Пирогова 5 переулков. Они собрали свою долю контрибуции, перечислили на спецсчет. И на этих 5 переулках мы ведем работу. Мы планируем в течение 2 месяцев максимум закончить эти 5 переулков. Если с улицы Пирогова оставшиеся 2 переулка к этому времени соберут свою долю контрибуции, безусловно, мы продолжим работу и закончим в полном объеме с конца в конец улицу Пирогова. Но если жители этих участков останутся инертными, незаинтересованными, Зорна или Бейдрамиджис. Поэтому мы перейдем на другие улицы, которые сегодня, улица Пушкина, допустим, у нас уже подходили люди, есть и другие участки, которые готовы сегодня же, чтобы мы пришли и построили дороги. Олег Федорович, в ходе нашей программы Вы упомянули о некоторых зарубежных партнерах, это Швейцария, проект УСАИДИ, упомянули Германию. Насколько сегодня международные партнеры, доноры открыты к сотрудничеству и имеется ли в премьерии специальный человек, который занимается привлечением этих инвестиций в населенные полки? Одна из самых больших проблем сегодня каждой премьерии, не только Копчака, это нехватка кадров. Сегодня эта проблема, она уже пронизала не только государственные институты власти, но уже и строительный бизнес, и торговый бизнес, и все остальное. Сегодня, когда в Европе за ту же самую работу платят в 10-20 раз больше, конечно, квалифицированные специалисты в любой области предпочитают получать в 10-20 раз больше, особенно те, которые получили болгарские или рубанские паспорта. То есть, они официально там работают и забирают свои дети у нас в Копчаке. Вот тенденция такая, что дети в основном садиковского возраста воспитываются у нас, а школьного возраста в основном уже родители даже в 30-летнем, 40-летнем, 50-летнем возрасте переселяются на постоянное место жительства в Германии. То есть, да, партнеры наши открыты к работе, но сегодня, конечно, государству надо подумать над доходами нашего населения здесь на месте, потому что наше население и дальше в противном случае будут уходить. Вот проблема какая сегодня. И говоря о воспитании детей дошкольного возраста, в летнее время проблема во всех населенных пунктах начинается веерным методом закрываться детские дошкольные учреждения. В Копчаке не одно дошкольное учреждение. Как в этом году вы решаете данную проблему, будут ли закрыты, какие и как вы будете перераспределять детей? у нас четыре детских садика. Первый детский садик у нас, один детский садик у нас закрылся 1 июня, второй 15 июня, а сейчас закрываются еще два детских садика с 1 июля. То есть, тот садик, который закрылся 1 июня, он где-то в середине августа, первой половины августа они выйдут на работу. То есть, полтора месяца все-таки остается. Где-то один месяц, все четыре садика будут закрыты. Но это связано не только с необходимостью проведения каких-то строительных работ, но это уже пресловутая как бы тема. Это связано и с неравномерным, непропорциональным распределением трансфертов между дошкольными учреждениями ГГУЗи. По нашим расчетам, и не только по нашим расчетам, но эту проблему уже признали все и члены исполкома. Никто уже не отрицает, что эта проблема есть. И депутаты народного собрания, надо отметить, что в бюджете, который был проголосован народными избранниками и преодолели вето единогласно, есть статья, в которой говорится о том, чтобы исполкома в месячный срок разработать положение по справедливому распределению специальных трансфертов между дошкольными учреждениями. И то есть, это говорит о том, что все ветви власти признали несправедливость распределения. То есть, мы с нашими односельчанами, за что я им очень благодарен, не впустую и пикетировали, и митинговали. То есть, мы своего добились. Мы добились того, что центральные и региональные власти взяли за решение этой проблемы. То есть, это еще и с тем связано, что 1,8 млн тысяч лей мы недополучили в этом году, даже согласно расчетов господина Тарнавского, который совсем недавно передал свое видение распределения Я надеюсь, что члены исполкома все-таки проявят добрую волю и будут одинаково относиться ко всем детям, не только с ними фотографироваться на фоне детей, но я думаю, что они справедливо расправляют деньги и будут фотографироваться с чистой совестью и с детьми Копчака. То есть, вот я тоже на это надеюсь. Олег Федорович, наша программа подходит к своему завершению. Я бы хотела, чтобы вы обозначили три наиболее острые проблемы, которые сегодня имеются в Копчаке и реализация которых требует незамедлительного решения. Незамедлительного решения у нас требуют самое главное это вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства. То есть, имущество, земля, тот беспредел, который в области сельского хозяйства творят некоторые единичные руководители. Я сожалею, что региональные власти упорно делают вид, что ничего в Копчаке не происходит, это вызывает тревогу. Мы знаем о каких событиях тревожных, резонансных на уровне даже региона, когда там про комбайны были новости, про другие вещи были новости, когда валится имущество без всяких государственных разрешительных документов. То есть, у нас вот такой произвол на территории населенных пунктов, населенного пункта проходит. То есть, это проблема номер один. Я пользуюсь случаем, знаю, что это бесполезно, но тем не менее, хочу еще раз обратиться к региональным властям, чтобы они обратились внимание на эту проблему, в том числе и правоохранительных органов. То есть, когда получается вот такая вот монополизация, узурпация всех финансовых потоков со стороны и имущества населения со стороны некоторых руководителей, это вызывает тревогу. Это, что касается экономической составляющей, она самая главная, потому что базис является определяющим развитие нашего села. Если мы здесь наведем порядок, то и остальные сферы пойдут тоже в правильном направлении, на мой взгляд. Ну, а что касается социальных вопросов, то это, прежде всего, вода. То есть, мы большое внимание уделяем сегодня канализации и водоснабжению. То есть, мы и населению пытаемся объяснить, что вода это, прежде всего, здоровье, которое мы обязаны эту воду не загрязнять и очищать, не загрязнять строительством канализационных сетей и очищать путем строительства бюветов, которые будем потреблять чистую воду для здоровья. Ну, и, конечно же, это наши традиционные вопросы, связанные с инфраструктурой. Это дороги, тротуары. Сейчас у нас на повестке дня после какого-то периода мы ведем большую работу сейчас по нашему лагерю отдыха, несмотря на то, что нам дополнительно никто не помог, несмотря на то, что мы обращались вовсе. Сегодня у нас в Гагаузии несколько лагерей всего, один из них в Копчаке, в прекрасном месте, прекрасный лагерь. И я надеялся, что исполком обратит внимание и из региона какие-то средства будут выделены дополнительно на те лагеря, которые еще сохранились там, Кирсово, у нас, Камраде, там, у коммерческих. Ну, я могу сказать по Копчаку, нету никакого внимания в этом. Мы сейчас проводим работы и мы планируем запустить в начале августа наш детский лагерь. Если нам хватит денег на два месяца, но я уже вижу, что не хватит, потому что мы не могли лагерь открывать без капитального ремонта. Мы сейчас наводим ремонт и дай Бог, чтобы нам хватило на одну смену. Если региональные власти помогут, тогда, может быть, две смены у нас лагерь заработают. Олег Петрович, наша программа подошла к своему завершению. Я благодарю вас за то, что вы приняли о приглашении и поучаствовали в нашей сегодняшней программе. Надеюсь, что сотрудничество примарского корпуса, Копчака и жителей будет продолжено на высоком уровне. И мы не раз еще в этой студии расскажем нашим жителям о успешно реализованных проектах в вашем населенном пункте. И не только в вашем населенном пункте, но и в Гагаузии, так как вы являетесь председателем Ассоциации примаров в Гагаузии. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно. Примарский корпус сегодня выполняет очень важную миссию, очень важную роль. Не всегда может быть достаточно объективно оценен, но и прежде всего со стороны руководства, потому что по последним опросам, именно примарский корпус и церковь наиболее популярен среди населения и заслуживают доверия населения. Поэтому я рекомендовал бы региональным, центральным властям и в Кишине обратить внимание на то, что надо более тесно сотрудничать с местными властями и доверять им. Ну, тогда и может повыситься их немножко авторитет тоже. Спасибо, Олег Федорович, уже мне телезрители. Я еще раз напоминаю, что в гостях у нас побывал примар села Копчак и председатель Ассоциации примаров Гагаузии Олег Горизан. Ну, а вас благодарю за то, что вы провели это время вместе с нами. До скорой встречи на канале ГАРТ. Редактор субтитров А.Семкин